Хотел спросить тебя, тебя как зовут-то вообще? Тебя как зовут-то? Александр. Александр, да. А тебя как зовут? Смотри, у меня Денис, Денис. А ты давно вообще в США-то? Сколько? С какого года? С 91-го. С 91-го, да? Ну, это Завароха, когда в Москве уже была. И мы уже попали сюда. Ага, ага. А ты с кем-то женой уезжал, да? Да, дети, жена была. А по какой? Ну, просто, то есть, как политический беженец, или ты эмигрировал? Беженец. Беженец, да? Да, и сколько лет ты уже вот на улице живешь? Кто его знает, я даже не считал. Не считал, да? Но сначала все хорошо у тебя было? Ну, где-то год, наверное. А, год на улице? А, до этого все нормально у тебя было, да? Да, все нормально. О, блин. А почему на улице? Я не знаю, вот так она и захотела. Не знаю, что она там захотела. Я уже, говорят, старая. Это жена? Тебя жена выгнала, да? Да. Ну, она не то, что выгнала, а просто, ну, как сказать. Та моя не понравилась, хозяйка плохая. Вы арендовали жилье, да? Да. Ремонтировать не хочет, ничего не хочет. Потом какие-то другки что-то закупили, по-моему, эту хату. Так, а ты вообще вот с самого начала в Сакраменто и жил, да? Получается? Да. Удивительно. А чем занимался? У тебя профессия-то есть какая-то? Я вообще механик был. Механик, да. Электро. Механик. На работу в Шапоте, вот по этой дороге. Там Шап есть. Вот. Да как, где живешь-то сейчас вообще просто? Где живу? Ну, ну, ну. Вот в этом углу? Да. Жесть. А как и зимой нормально, когда холодно было? Вчера заморозки были. Вот здесь, завтра? Ага, прям синий, иний такой. А это уже чья-то территория, да, получается? Это я не знаю. Это чужая территория, я туда не могу. То есть, никто не гоняет, здесь все спокойно, да? Не знаю пока. Пока вот. Жесть, жесть, конечно, да. Не, а ты, то есть, до какого времени ты работал вообще? Ну, вот ты год, говоришь, на улице живешь, получается, год не работаешь, да? Да. А еду в футбанке хоть ходишь, берешь? Еду же можно в футбанках брать бесплатно. Да у меня же это... Сестричка черная там была. Угу. В Макдана. Что-то я туда-сюда вышел с ребятами поговорить, туда-сюда. Смотрю, куртки нет, телефона нет, документы там. А, то есть, у тебя украли документы всегда? Угу. А у тебя что было вообще здесь, вид на жительство в США? В смысле, грин-карта была уже или нет? Как, как? Грин-карта была или гражданство США, нет? Не-е-е. На улице, а до этого ты работал, да, получается? Да. Жестко. Ну, я тоже долго уже не стал работать. Угу. А сколько лет тебе? Да мне уже за 60. А, за 60, да. Угу. Вот тоже думаю, сейчас, как назло, эти документы. Хотел поехать, хоть на пенсию кого-нибудь попросить. Хоть, чтобы пенсию как-то. Все равно еще ждать надо. Ну, а документы восстановить, наверное, я попробую узнать. Наверное, как-то можно восстановить же здесь документы. Ну, я не знаю, к кому обращаться. Машины нет, велика нет. Вот, катаю коля. Ну, теперь я буду знать, что если что-то здесь, я спрошу у знакомых. Ну, здесь еще много церковных организаций, как бы, можно сходить, узнать у них. Ты не ходил раньше никуда? Да здесь я вот, это... Ну, вот всякие баптиисты, они еду разбают. Я ходил, да. Там же много русских людей тоже, ну. Ой, не знаю, вот сейчас в голову как ломать. И она у меня 2000 видела. Это жена кто? Да. Займи, 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 займи. Займи, занял. Теперь ни ее, ни адреса, ни денег. Ага. Но жена в Сакраменте и живет тогда? Нет, она где-то говорила. В другом штате, да? Да, куда переезд. А дети? Дети у тебя есть, да? Четверо. Четверо детей? Да я... Ну, они не знают в каком ты состоянии, что ли, ребят? Дети, вырасти их. Не, ну ты вырастил детей, помочь ты должны, как бы, нет, что ли? Правильно, вот такие вот дети. Да? Старший работает в Даунтауне Секиро, там уже много лет. А, так ты же можешь тогда к нему прям дойти до Даунтауна? А я не знаю. Да? Я не знаю, где его искать. Ага. Удивительно. Да, а в России у тебя родственники остались какие-то, нет? Этот второй. Я не знаю, то работает, то не работает. Угу. Да. Этот третий закончил дизельный и по машинам слезо. Угу. А четвертый пока что-то молчит, ну не знаю. Может, по компьютеру он что может сделать. Но они разбираются хорошо. Ну вот, тем более, что помочь не могут. А в России никого у тебя не осталось? В России поразъехались тоже. Тоже, да? Я не знаю тоже, как, как что делать. Да. С этими переездами. Не знаю. Куда ехать? Денег нету. Ничего нету. Не, ну надо искать детей, чтобы помогали в первую очередь. Помогали документы восстановить хотя бы. Что такое-то? А я не знаю. Что они там могут помочь. Я вон, обычно, а бы как. Раньше у Сакраманта-то проживали. Угу. Приеду хоть на велике туда-сюда. Ой, надо в огороде. Ой, надо землю. Ой, надо туда-сюда. Да, сколько все израсходовали на это. А потом все. Угу. Что тебе купить? Скажи, кофей кучу, какой-нибудь сэндвич? Что хочешь поесть? Я тебе куплю, сейчас принесу. Кофе? Кофе пьешь? Нет? Разбавляю с молоком так иногда. Не, ну а чай, я не знаю, Макдональдс и чай есть, нет? Кто? Чай. Чай пьешь. Чай там есть. Давай я сейчас заеду в Макдональдс, привезу тебе бургеры и чай. Ты здесь будешь, да? Да не надо. Давай, давай, что, поешь хоть нормально. Я уже сытый, вон, понадарили. А, тебе уже бургеры приносили, да? Да. А, тебе Макдональдс возят. Я маленько-маленько вон грызу. Ага. Только то, что... Ну, хорошо, если что, я буду знать, что ты здесь приеду, помогу, притащу что-нибудь, да? Ну, так выживаешь. Еду, то есть, тебе дают, да? Не голодный самое главное, да? Да, люди, сестры, братья иногда видят, что я там съеду. Угу, угу. То есть самое главное не голодный, единственное, что жить, вот. На улице, словно, да? Да я уже не знаю, куда девать. И выкидывать, жалко. Ну, что делать? И не лезет в животик. А, в смысле, еда? Еда, да? Вот матрас. А? Вот это матрас, да? На этом матрасе. Он, правда, тонкий. Угу. Утром стою, мокрый, колодок. А, ну, у тебя спальник есть, да? Спальник? Да, подарили. Ага. А сегодня какого у нас месяца? Сегодня январь. Январь. Январь? Да, скоро уже февраль. А какое часы? 25 января. О, уже 25. У меня 20 января. День рождения. День рождения, да? И сколько исполнилось? 62. 62, да? Всем привет, дамы и господа. Русский, помоги русскому. Видите, какая ситуация. Наш соотечественник живет на улице. Я поспрашиваю в диаспоре, разумеется. Может быть, кто-то про него уже что-то знает. Вообще-то я часто встречал этого бездомного, но я до последнего не знал, что это русский человек. Я думал, что просто какой-то местный коренной житель, бездомный человек живет на улице. Сегодня я выходил из магазина. Он стоит возле магазина, просит деньги. Такой, tonight is called. Я ему сунул доллар. И что-то в торопях еще по-русски случайно сказал. Он говорит, а я по-русски понимаю. Вот мы с ним разговаривали. Вот не под камеру. Он сказал, что его жена выгнала из дома. Что жена забрала у него все деньги и так далее. Кинула его жена, в общем, и так далее. По его словам, у него четверо детей. Удивительно, почему дети не помогают. Надо будет найти этих детей. Может быть, они не знают, в какой ситуации находится их отец. Хотя странно. Но такое может быть. На самом деле, может быть. Он сказал, что в настоящее время сытый и вообще не голодает. Показал запасы Макдональдса. Все ему покупают Макдональдс. Он стоит, просит еду. И все ему покупают Макдональдс. Потому что здесь павильон ресторана Макдональдс недалеко. Даже я об этом подумал. Что проще всего зайти в Макдональдс, купить ему горячие бургеры, мясной продукт, как бы горячий вкусный бургер с кофе, как бы с теплым согреться. И все ему так и делают. Все покупают. У него всегда есть запас бургеров. Ему привозят на машинах и так далее. Человек не бухает. По крайней мере, в настоящий момент не стоял какого-то запаха перегара. В первую очередь он попросил помочь ему с документами. Восстановить документы. Документы у него украли, как он говорит. Надо будет спросить в диаспор. Я поспрашиваю. Разумеется, попробую помочь. И вы пишите советы в комментарии, как можно помочь человеку. Ставим лайки и пишем комментарии для продвижения ролика. Продолжение следует...